Для жителей Садово построят три крупных торговых центра. Инвестор уже есть, в ближайшее время назначит общественные слушания по проекту. Об этом сегодня объявили на еженедельной городской планерке, рассмотрели и другие актуальные вопросы. Транспортная реформа продолжается. На днях 22-й автобус продлили до Свято-Туроевского монастыря. 12-й маршрут теперь захватывает северо-западный район. Чтобы уменьшить интервал движения, на маршрут планируют выпустить дополнительные транспортные средства. Изменениями в документ планирования также предусмотрено продление схемы движения 35-го автобусного маршрута до микрорайона Солнечный. Данное изменение ступит в силу по окончании строительства автомобильной дороги. И изменение продления троллейбусного маршрута номер 10 до микрорайона Альгешево. Изменение ступит в силу после приобретения дополнительных троллейбусов для сохранения существующего интервала. А вот в районе Садовой скоро построят три больших торговых центра. Они появятся около кольцевой развязки. Инвесторы обещают улучшить и дорожную инфраструктуру, чтобы справиться с интенсивным трафиком. Когда планируют начать строительство и насколько реальны его замыслы? После утверждения публичных слушаний, которые должны пройти в августе этого года, он планирует сразу приступить к работам. Ну то есть осенью уже, да? Да. Срок реализации проекта? Срок реализации три года. К логическому завершению подходит благоустройство трех территорий, за реконструкцию которых проголосовали чебоксарцы. Это место возле храма Рождества Христова, Московская набережная и Дориспарк. Последний должен стать центром притяжения в Новоюжном районе. В настоящее время выполнена работа по бетонированию площадок скейтпарка, детской площадки, воркаут, универсальной спаркиндл площадки. Ведется укладка трехцветной брусчатки на главной аллее сквера. Подготовлено основание под угладку брусчатки на центральной площадке. Завершена укладка электрического кабеля в траншеи с обратной засыпкой и проводится установка по освещению. Начата укладка асфальтового покрытия. Завершить работы планируют к середине августа. Тем временем в администрации города готовят проекты для благоустройства общественных территорий в 2020 году. Сейчас есть 12 проектов на 700 миллионов рублей, но это не конечные цифры. Считаю, что необходимо с жителями проговорить вопросы проектирования общественных территорий на следующий год. То есть мы заложим в бюджет, депутаты утвердят сумму 5 миллионов, 10 миллионов или 15 миллионов на проектирование общественных пространств в 2020 году. Мы также через рейтинговое голосование можем отобрать объекты, которые начнем проектировать. Рейтинговое голосование, как и прежде, будет организовано на сайте «Открытый город» и в одноименном приложении. Ирина Волква, Алина Сусметова, Бахтияр Велиев, Республика.